Всем привет! Сегодня будет выпуск о моём туристическом гамаке Rebel Gears. Вообще гамаки, такой облегчённый гамак без всякой москитной сетки, я использовал много лет в качестве второстепенного снаряжения, больше для удобства. Для того, чтобы было удобно сидеть, чтобы ничего рубить не надо было, то есть его натянуло, всё, и сидишь там как в кресле. Для хранения вещей, ну и просто для отдыха. Поскольку он места занимал очень мало и очень лёгкий, то это особо не напрягало. Но с тех пор, когда у меня появился гамак настоящий, такой туристический, он мне настолько зашёл, что я думаю его использовать так на постоянной основе. Вместе с тентом он заменит палатку. В принципе, я нашёл, что этот гамак в моей местности намного более удобен, чем палатка. Ты не зависишь ни от грунта, там можно хоть на болоте его натянуть, хоть на камнях, там какие-то перепады, высот, всё это не имеет значения. Единственное, конечно, надо иметь что-то такое, чтобы там его крепить. Но в лесу это обычно всегда доступно. Ну так вот, у меня с собой целый такой мешок всяких интересных вещей. И сегодня мы разберём то, как я буду тюнинговать свой гамак. Не то, что он совсем прям не подходит из коробки, он, конечно, работает, работает хорошо. Но поскольку он будет использоваться так вот на постоянной основе, я думаю, довести его прям совсем до ума. И в этом выпуске я покажу, как я это буду делать. Заодно мы поговорим о системе крепежей, о карабинах, о всяких таких ещё мелочах, которые дают комфорт. Потому что для гамака, да вообще для любой системы для сна в дикой местности очень важно единообразие. Потому что там есть такой эффект привыкания, когда мы как к чему-то привыкли, нам комфортно спать. И для этого нам надо гамак натягивать, во-первых, единообразно, постоянно, способом подобранным для нас. И быстро. Чтобы не ходить там, не искать к чему привязать, там этот узел не дотягивается, эта верёвка не дотягивается, ты ходишь. И ситуация, когда, допустим, вот как сейчас идёт дождь, это потеря времени и потеря комфорта. Потому что там есть риск и вещи промочить, и много всяких таких неудобств возникает. Поэтому будем подбирать систему крепежа так, чтобы это было максимально быстро и комфортно. В общем, первое, что меня не устраивало в этом гамаке, это вот эта верёвка. Это такой основной элемент, конструкционный элемент в этом гамаке был. Вот эта коньковая верёвка, она слишком такая объёмная, довольно тяжёлая. Она, конечно, прочная и свою задачу выполняет, можно её использовать. Но я решил всё-таки её заменить, потому что главная причина заключается в том, что она всё-таки обладает какой-то динамической растяжимостью, и гамак немножко провисает. Это не даёт возможности крепить это единообразно. Вдобавок, она такой особенностью обладает, что любой узел, который здесь завязываешь, и он под нагрузкой очень сильно затягивается, даже самые лучшие узлы, которые предназначены для лёгкого развязывания, затягиваются на ней так, что их потом не развяжешь. Особенно в ситуации, когда руки замерзли ночью. Всё это очень было неудобно. Поэтому она работает, но её мы снимаем и заменим вот на такую верёвку. В принципе, даже внешне вы можете увидеть, какое огромное отличие этих верёвок как по размеру, так и по лёгкости. Вот эта штука – это 4-миллиметровый тросик из Дайнимы. Дайнима или Спектра, как её ещё называют там. В общем, это всё бренды, но суть в том, что эта верёвка сделана из такого высокомолекулярного полиэтилена. И она очень прочная. То есть она намного прочнее, чем стальной трос такого же размера. Буквально невесомая, не боится ни воды, плавает на воде, не боится солнца. Но даже не это главное её отличие, почему я выбрал её. У неё очень низкая динамическая растяжимость. Она буквально как стальной трос. Её применяют там в яхтах, в рыболовстве, в трюках тоже часто её применяют. Такими верёвками дёргают там всё подряд, начиная от людей, заканчивая автомобилями, всякими тяжёлыми вещами. Вот эта 4-миллиметровая верёвка, она выдерживает там на разрыв больше двух тонн. Конечно, этого будет достаточно. Для гамака можно даже было взять и потонше. Меня в комментариях часто ругают подписчики, в принципе, заслуженно, что я ссылки не оставляю на те вещи, которые я покупаю. Поэтому я в этом ролике постараюсь оставить ссылки в описании на каждую вот эту штуку, которую я покупил. Но это, знаете, я тут просто взял и ткнул там в поисковике пальцем. Это не какой-то заказ, не реклама. Ну, вроде прислали. То есть вот эту верёвку мне прислали из Питера в какой-то магазин. В принципе, пришло за два дня достаточно быстро и оперативно. Поэтому ссылку я оставлю. Поэтому вот эту верёвку я буду использовать главным образом, потому что она невесомая. Очень легко здесь все узлы вяжутся, гибкая. И самое главное, чтобы она не обладает вот этой динамической растяжимостью. Вот с гамака я снял все чехлы, срезал верёвку. Он представляет из себя вот такую конструкцию. Сверху москитная сетка. Мы его кладём, достаём эту верёвку. Нам нужно будет внутри продеть эту верёвку через вот это вот соединение, чтобы она просто проходила насквозь. Здесь есть ещё вот такой кармашек. Он тоже очень важен. Его надо там будет внутри одеть на эту верёвку. Не забыть это сделать. Здесь вообще никаких проблем нету. Там он очень легко проходит. Вот складки от нашего гамака в конце. Такая верёвка проходит насквозь. И мы это вот так вот складываем. И привязываем вот так. И делаем 3-4 оборота. Затягиваем не сильно, потому что нам надо ещё будет под них, под эти кольца пропустить. и под эти кольца, и под эти кольца тоже. Расправляем, чтобы вот этот шнур выходил прямо ровно в этого гамака. И потянув за оба конца, они на этой верёвке начнут затягиваться. Сразу сильно затягивать не надо. Надо добиться того, чтобы вот это соединение идеально ровно легло, и верёвка выходила как можно больше. Правильно. Вот тот конец, который я привязал, я там зафиксировал. Мне надо сейчас подогнать, будет нужное натяжение этой верёвки. Для этого мы весь гамак расправляем тщательно. Застёгиваем молнию москвитной сетки, чтобы видеть, какое на неё натяжение будет. И пока сильно не затягиваем. И вот растягивая верёвку, я могу понять, как мой гамак должен висеть. Я не хочу, чтобы он был слишком сильно провисшим, но и слишком сильно я не могу натянуть, потому что будет нагрузка на эту москитную сетку. Она хоть и тянущаяся, всё-таки сильной нагрузки на неё и на молнию быть не должно. Но пока я сделаю посильнее. И вот это место я запомнил и здесь сейчас завяжу. Ну вот, я добился той длины, которая мне нужна, и того положения гамака, которая мне нужна. Я его креплю примерно на уровне своей головы, вот эти стропы. О крепежах мы сейчас ещё отдельно поговорим. Но то, чего надо добиться, это то, чтобы, когда я лежу в гамаке по диагонали, моё тело ровное. И гамак не провисает, как он раньше провисал, превращаясь в такую корзину. Я креплю с помощью карабинов, и вот здесь вот у меня в гамаке есть как бы такая подушечка, и это как бы голова. Поэтому карабин там, где голова, он другого цвета, нежели тот, который в ногах. Это тоже бывает удобно, когда хочешь точно знать, где твоя голова будет, в какую сторону направлено. Как можно крепить этот гамак? Вот у него в комплекте были вот такие стропы. Но они слишком короткие и не совсем удобные, поэтому как основную модель крепления можно использовать вот такие вот. специальные стропы для гамака, чейн-стропы. Смысл в чём, что точно так же они обхватываются вокруг дерева, и свободный конец уходит туда, и тут очень много всяких вот таких вот отделений, куда мы цепляем карабин. Ну а теперь, допустим, мы хотим закрепить гамак, но у нас нет вот этих чейн-строп, куда цеплять карабин там на разной дистанции. Есть просто какая-то обычная стропа или верёвка. Вот представим, что это просто верёвка. Как натянуть этот гамак с единообразным усилием? Ну самое простое, я думаю, это просто пропустить одну эту верёвку, привязав её сначала к дереву, в карабин, и пропустить два раза. Так, чтобы там было трение, это будет держать лучше. И после этого натянуть, поскольку она здесь перехлёстывается, она уже хорошо держит. Сейчас, чтобы было видно. Дальше мы пальцами вот это прихватываем и накидываем вот так вот петлю сверху, вот этот свободный конец сюда протягиваем. и затягиваем получше. Вот это тоже будет держать хорошо, и достоинство в том, что и натянутая верёвка основная до достаточного усилия, и развязать это будет очень легко, потому что достаточно просто дернуть и ослабить вот эту стропу. Это то, что я показывал при натяжении тента. Теперь на гамак надо ещё чехол надеть. То есть я его просто пропустил сквозь эту верёвку, а здесь я его зафиксирую с помощью маленького хомутика. Чехол нужен для того, чтобы просто защищать гамак и натягивать его там, допустим, во время дождя, чтобы так, как сегодня, он у меня не промок. Пока это всё. Сейчас, конечно, не лучшее время, чтобы чем-то тут заниматься таким, потому что вверх дождь уже темнеет. Я думаю, так в общих чертах я показал, что я сделал. То есть заменил основную верёвку, изменил немножко натяжение гамака так, чтобы использовать это с этими чейн-стропами, которые намного более удобнее, чем вязать какие-то узлы. То есть длинные стропы дают возможность скрепить там на очень большой дистанции и не зависит ни от каких узлов. То есть просто цепляешь карабин и всё. А вот этот вот небольшой люфт, который будет возникать, когда вот именно там же всё-таки нет возможности натянуть прямо идеально вот эту сильную стропу со всей дуги, иначе потом карабин не отцепишь. Даже если стегнёшь так. Это компенсируется тем, что у верёвки практически нету динамической растяжимости, у этих строп практически нету динамической растяжимости, поэтому вот этот небольшой провис вкупе с тем, что я гамак немножко посильнее растянул, чем он был, то есть под себя так сделал. То есть вот когда я так вешаю, всегда единообразно получается его повесить, и я в нём лежу прям идеально ровно как на кровати. И гамак этот, конечно, в плане отдыха это, наверное, один из самых таких эффективных элементов снаряжения, намного эффективнее, чем любой коврик, который там, опять их массивные надо с собой таскать, чтобы действительно было комфортно. Они очень сильно зависят от поверхности, гамак в этом плане, конечно, намного лучше. Так что пока это всё. В комментариях пишите, если возникли какие-то вопросы. До новых встреч!